Здравствуйте, это Актуальное интервью. Я Андрей Погорелов и мы обсуждаем актуальные вопросы и события. Сегодня гость нашей студии, исполняющий обязанности прокурора республики Айдар Иванов. Айдар Лазаревич, здравствуйте. Здравствуйте. Рады приветствовать вас в нашей студии. Во-первых, с профессиональным праздником вас, который отмечается сегодня, 12 января. И помимо того, что наверняка сегодня вас будут не только поздравлять, вы будете также подводить итоги года 2017 и ставить задачи на уже наступивший 2018 год. На ваш взгляд, что удалось добиться каких-то положительных тенденций в чем-либо и где, может быть, предстоит еще доработать? Спасибо за вопрос. Нами за прошедший год активно велась работа по защите социальных прав граждан. Мы большой упор делали в этом направлении. Также, учитывая климатические условия проживания наших жителей в условиях Крайнего Севера, большое внимание удаловалось и надзору в области топливно-энергетического комплекса республики. Из сказанного мной я хочу сказать, что силами активного применения мер прокурорского реагирования удалось защитить права граждан на свою временную оплату, заработные оплаты. У нас и социально-экономические проблемы имеются в стране. Поэтому мы активно работали в этом направлении, нацеливали своих городских и районных прокуроров. И порядка 2 миллиардов рублей недоимка по заработной плате с применением мер прокурорского реагирования была погашена. Кроме того, активно уделялось внимание органов прокуратуры в области прав дольщиков. И нужно отметить, что к концу года из 19 проблемных объектов, из 18 осталось 9. Ну, я думаю, как вы правильно сказали, что в этом направлении у нас и есть над чем еще поработать. Это большая работа, 207 дольщиков были восстановлены. Это порядка 50% мы сняли, но работа в этом направлении еще будет продолжена. В области прав предпринимателей также уделялось внимание. Нужно сказать, что совместно с органами власти эта работа была проведена. И около права большого количества предпринимателей были соблюдены по выплате им заработанных ими сумм по госконтрактам. Но эта проблема тоже как бы осталась. И нужно в последующем ею тоже заниматься. И мы такие планы перед собой поставили совместно с правительством республики. К вопросу заработной платы мы еще, конечно, сегодня тоже вернемся. Есть еще одно из таких тоже приоритетных направлений вашей деятельности. Это как раз-таки защита прав несовершеннолетних. Как вы сами оцениваете ситуацию в этой сфере? И насколько часто нарушаются права несовершеннолетних? А самое главное, наверное, кем они нарушаются? Спасибо за вопрос. Вообще, это направление деятельности всегда остается для нас приоритетным. В результате проведенной работы из бюджета республики на обеспечение жильем детей-сирот в прошлом году выделено было 812 миллионов рублей. И в данном направлении вообще не только в этом заключалась наша работа. Там порядка 700 нарушений было по итогам прошлого года выявлено. В том числе были внесены акты прокурорского реагирования. Это по фактам необеспечения безбарьерной среды для детей-инвалидов. Это обеспечение пандусами. И также были проведены работы по области информатизации, то есть сайты для слабовидящих детей. По актам прокурорского реагирования были такие нарушения. Непредоставление льгот и ненадлежащее проведение диспансеризации своевременной для сирот и инвалидов. Потом, значит, недостаточность педагогов, психологов была по нашим мерам компенсирована. Ну и другая работа проводилась в этом направлении. Вообще, конечно, дополнительно было выделено по представлению прокурора республики порядка 18 миллионов рублей на трудоустройство около 7 тысяч подростков нашей республики. Вообще, я считаю, что и меры координационной деятельности, проводимой прокуратурой республики, снизилась подростковая преступность. В этом направлении мы всегда держим руку на пульсе. Я говорю, это направление не актуально не только в прошлом году. Оно всегда для нас актуально. Спасибо. Как раз-таки о преступлениях. Каковы показатели уровня преступности в 2017 году? И как прокуратура вообще взаимодействует с другими органами правоохранительной власти? Вообще, по итогам прошедшего года, уровень регистрируемой преступности фактически остался на прежнем уровне по сравнению с 2016 году. А вообще, оценивая уровень преступности в целом, то необходимо отметить, что особая озабоченность вызывает рост преступления против собственности. Ну, мы на постоянной основе отслеживаем и анализируем эту ситуацию. Я вам хочу доложить, что в частности практика показывает, что преступления данной категории, они увеличились в основном за счет мошенничеств, в том числе с использованием современных технологий. В связи с этим мы проводили ряд координационных совещаний руководителей правовых органов. Эти проблемные вопросы мы освещали. И в дальнейшем будем противодействовать преступлениям против собственности в данном направлении. Но в то же время я хочу отметить, что существенно снизилось число вымогательств, снизилась уличная преступность. Имеется некоторое снижение преступлений против личности, таких тяжких преступлений, особо тяжких преступлений. Это такие, как убийство, снизились причинения смерти по неосторожности, тоже снижение имеется. Ну, вообще в рамках координационной деятельности мы ориентируем еще правоохранительные органы выявлять так называемые превентивные составы преступлений. Это так, профилактика. Мы хотим, чтобы правоохранительные органы занимались такими видами преступлений, как побои в семье, истязания, причинение легкого вреда здоровью, средней тяжести. Так как данная работа, она снижает преступления более тяжкие. И в этом направлении понимание у коллег мы находим. И, в принципе, вы, как я вам уже привел цифры, они свидетельствуют о том, что это наша работа, которую мы ориентировали правоохранительные органы, и принесла свои результаты по снижению тех преступлений, которых вам доложило убийство, причинение телесных повреждений, поваливших смерть. Ну, а как у нас в республике в целом обстоят дела, если так можно сказать, с пьяной преступностью, да, это вот дает ли свои плоды антиалкогольный закон? Ну, дело в том, что, как бы мы ни относились к статистике, то статистика вещь упрямая, а исходя из нее, нужно признать, что те меры, принятые руководством республики, правительством, общественностью, естественно, они на социальной обстановке, несомненно, сказываются. В положительную сторону. Ну, довольно-таки часто в лентах новостей можно встретить такую информацию о том, что тот или иной чиновник, воспользовавшись своим служебным положением, похитил бюджетные средства, либо начислил себе, либо своим родственникам вообще награды. Вот каковы показатели, сколько возбуждено уголовных дел, как раз-таки коррупционного характера? Ну, такого рода, конечно, коррупционные преступления в целом, вот я хотел бы немножко статистику даже привести, в принципе, на территории вообще республики. Было в прошлом, за 12 месяцев 2017 года, было зарегистрировано 138 преступлений коррупционной направленности. Ну, основную структуру составляют это мошенничество, с использованием должностного положения, а растрата денежных средств. Ну, а также задокументировано около 40 фактов взятничества. Ну, к примеру, вот сейчас расследуется уголовное дело в отношении директора ГОП «Строй и газификация Рожина», который, используя свое должностное положение, получил взятку в виде денег в размере 500 тысяч рублей за покровительство в дальнейшем в хозяйственной деятельности одной из организаций и перечисление аванса по договору подряда, ну, незаконного перечисления. Данное дело находится на нашем контроле и будет доведено до логического конца. Но продолжаются выявляться факты незаконных действий на муниципальном уровне. Ну, это в основном сопряженность использованиями должностных лиц своих интересов вопреки служебной деятельности. Ну, к примеру, было возбуждено уголовное дело в отношении главы села Верхневолюзск, который подписал фиктивные акты приемок и выдал справку соответствующую за практически непроведенные действия. Поэтому там были перечислены незаконно денежные средства в размере более 6 миллионов рублей. Ну, несмотря на то, что с противодействием коррупции связана работа всех правоохранительных органов, но органы прокуратуры выполняют в данном направлении не только координающую роль, но и сами выявляют данное вида преступления. Так как мы за отчетный период органами прокуратуры, следственные подразделения было для решения вопроса возбуждения уголовных дел в отношении коррупционеров направлено более 30 уголовных дел. И они получили свое подтверждение, в настоящее время расследуются. Работа будет продолжена, и все нечистые на руку чиновники будут привлечены к ответственности. Это самое главное. Прокуратура Якутии также активно работает по взысканию задолженностей по заработной плате. Вот как раз мы опять возвращаемся к этому вопросу. Какие предприятия, возможно, попадают под данную категорию, и о какой сумме вообще идет речь, то есть когда подключается именно прокуратура к работе? Ну, я бы хотел сказать, что, как я уже в начале своего выступления на ваш вопрос ответил, что это приоритетная для нас задача в условиях нестабильности экономической ситуации в стране. Органы прокуратуры нацелены генеральным прокурором на эффективную работу в данном направлении. Но мы, не только мы ведем эту работу, есть и соответствующие контролирующие органы, и органы власти этим занимаются. Но мы, именно мы в этом направлении, в этом году, то есть в прошлом году, восстановили права большого количества работников на общую сумму около 2 миллиардов рублей. Возбуждались уголовные дела в отношении работодателей, не исполняющих требования статиста 145-й уголовного прим. 1. Уголовный кодекс Российской Федерации задерживающих необоснованную заработную плату, свыше более чем двух месяцев. И данный ряд этих дел был доведен до конца и получили наказание, установленное судом. Ну, такие дела были в Нерингринском районе, в городе Якутске и в ряде других районов. Ну, я в своих выступлениях ранее их уже озвучил, эти должности они уже получили. В тот период времени дела расследовали, сейчас они уже наказаны судом. Я думаю, повторно привлекать уже их общественные порки, я думаю, это будет уже излишне. Ну, а о какой-то сумме речь идет, или прокуратура подключается вне зависимости от суммы задолженности? Ну, санкция статьи не предусматривает причинение какого-либо никакого-либо ущерба в денежном выражении. Соответственно, нам достаточно невыплаты заработной плате по несущественным суммам, но которые должны быть выплачены работнику в соответствии с проведенной им работой. Каждая работа должна быть оплачена. У вас есть возможность сегодня в прямом эфире в честь праздника Дня работников прокуратуры очень коротко поздравить своих коллег. Наши работники, мои коллеги работают, не считаясь личным временем, порой уделяя меньше внимания своим семьям. Поэтому я хочу поблагодарить их за хорошую работу и пожелать им счастья, здоровья, и им, и их близким, и их близким семьям, родственникам. И пожелать им удачи во всех благих начинаниях. Спасибо. Это было Актуальное интервью. Удачного дня. Оставайтесь на нашем канале.